Всем ас-салам алейкум! Всем ас-салам алейкум! Всем ас-салам алейкум! Всем ас-салам алейкум! Приветствуем вас на нашем канале. Канале о жизни счастливых мусульман. Сейчас середина Рамадана. И самое время отметить ее как-нибудь необычно. Мы приготовили для всех вас и для нашей семьи челлендж. Мы уже снимали подобный челлендж. Вам он очень понравился. И мы решили сделать что-то тоже такое интересное. Но вопросы у нас сегодня будут в основном про Рамадан. Да, и у нас еще сладости есть. Шарки. Но из этих шариков могут быть там вода. Вот, вот, с меня начнут. Сегодня мы зададим вопросы про Рамадан. Ну и про жизнь описания пророка Мухаммана с Хасалем. Про Новый Славы тоже будет несколько вопросов. И узнаем, что дети запомнили в течение этого месяца. Что новое узнали. Повторим все в памяти. Правила также простые, как в прошлый раз. Простые, но интересные. Кто отвечает правильно, получает вкусные сладости. А кто ошибается, тот получает холодный душ. Но в этот раз я буду делать все серьезно. В прошлую первую беру я немножко детей жалела, как-то сомневалась. Отвечала, отвечала там, попытки давала им. Вот, а сейчас не обижайтесь никто. Каждому одна попытка. Все по-честному. Чтобы и нашим зрителям было интересно, и у нас все было по-честному. Так что с помощью Всевышнего начинаем письмля. Да. Сейчас, с вами, я. Только мне очень странно. Просто так, как тогда никто не видел. Только мне. И, как обычно, начинаем мы с самой нетерпеливой нашей маленькой мусульманки, которая прямо-таки горит желанием ответить на вопрос, получить вкусняшку. В случае, Фатима, как называется праздник, который все мусульмане отмечают в конце Рамадана? Собирают конфетки. Рамадан, да. Праздник, который отмечают в конце. А, какой? Ураза. Ураза Байрам. Вот. Ураза Байрам. Мам, молодец, у нас Рамадан. Давай, ураль. Фатима, у нас камера маленькая, поэтому немножечко я смягчаю правила. Лучше не обижайтесь. Не хочу, чтобы она расстроилась, плакала, потому что все-таки это такой конкурс. Он чуть-чуть шокирует. Сейчас, прислит, конечно, но и шокирует. А вот с Мухаммадом у нас все серьезно будет. Смотри в камеру. Не так мне не делают. Итак, Мухаммад, расскажи, пожалуйста, что такое ифтар и что такое сухур. Ифтар – это когда, ну, после вечернего, да? Что делают люди после вечера? Кушают свинники и пьют воду. Отлично. Молодец. Сухур? А сухур – это когда люди рано встают, делают намаз и кушают, чтобы не проголодаться. Маша Лава такой полный, 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 идеальный аппетит. А ты поделась. Я так и думала, что он получит хорону. Мы еще один. Я думала, что он получит хорону. Алжанка, пожалей меня. Стоять. Я с тобой дружу, Алжанка. Стоишь что? В каком месяце началось неспослание Корана? Месяц Рамадан. Все, правильно. Покопаем, тоже все поздравим. Отлично. Дорогой, у меня такие самые легкие вопросы, потому что, ну, чтобы вам немножко настроение поднять с начала игры. Так. Ну, есть Алжанка, пакушок. Может, сиксик, фон, 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 фон. Алжанка, тоже не переживать, но слушай внимательно. Как называют людей, которые знают весь священный Коран наизусть? Хайфизы. Молодец. Убрай. У нас же муж, что только играли. А ты за какие думали? А у нас АПП. Отлично. Так, Маталья, тебе тоже я задаю вопрос. Он уже созрел, прошлый игрок немножко лоялся, в этот раз он серьезно настроен только на победу. Молодец. Так, Мухаммад Алим, ему самые простые вопросы. Мухаммад Алим, скажи, пожалуйста, кто твой бог? Аллах. Мухаммад Алим. Кто твой пророк? Молодец. Пророк? Аллах. Молодец. Маша, вот самое вкусное, иди выбирай себе. Самое вкусное, то, что ты хочешь. Дай, убирай. Дай, убирай. Дай, убирай. Давай, убирай. Давай. Все? Я буду. Молодец ищи. Не мешайте мне. А, ты грибочки ищешь, да? Да. А, вот грибочки. Держи. Нет, здесь еще есть. У меня тоже грибочки. Все, так дальше. Молодец, Фатима. Фатима. Следующий вопрос для нашей маленькой Фатимы. Он простой, но ответ на него должны знать все мусульмане. Фатима, послушай, пожалуйста, что должны говорить мусульмане, чтобы не сглазить друг друга? Это простой вопрос. Нашала. Нашала. Молодец. 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 Давай. Славношко, умница. Все, Мухаммад. Так, дальше. Мухаммад, как звали первую жену пророка Мухаммада саляллаху, алейхи ва салям? Сейчас. Дай пусть Мухаммада. Аиша. Нет. Хадича. Хадича. А я с тобой повторяла. Одни я не слушала. И вот какой результат. Но все равно весело. Так. Ну и теперь у нас уже началась серьезная игра, девочки и мальчики. Так. За какой период был неспослан священный Коран? Период? Да. Время. Сколько лет? Сколько? Чего? За сколько лет был неспослан священный Коран? За сколько лет? Да. Говори, 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 говори. Ты пока не сказала. Говори. Про Мухаммадку неспослался, да? Нет. За сколько лет? За сколько лет? А. 10, 15, 20. Сколько? Да, я на 10. Поехали. Нет, стой, смотри. Сейчас скажу. Пойди, пойди. Говори. Еще дождей я все равно. Говори давай. 20. 23 года. Сейчас я буду перечислять столпы ислама. Ты будешь должна заполнить, дополнить как один из них. Столпы ислама это шахада, намаз, закат, пост и пятый столпы ислама это? Походу я знаю. Ну, мы с вами знаем. Так. Столпы ислама. Шахада, намаз, закат, пост и... Умница, Маша. Умница. Умница. Мухаммад Али, скажи пожалуйста, что все мусульмане должны говорить перед едой? Мухаммад Али, я просто ему подсказала. А теперь Мухаммад скажи пожалуйста, что значит выражение Аль-Хамдули-Ля, которое мы часто говорим. Я говорю, все говорят да-да, говорят, все говорят Аль-Хамдули-Ля. Хвала Всевышнему Аль-Хамдули-Ля. Хвала Всевышнему Аль-Хамдули-Ля. Молодец, что не понравится. Мухаммад Али, я говорю, что у меня здесь вообще нету сложного вопроса. А, да, вот это вот. Это выглядит... Уединение мечетин в последние 10 дней Аль-Хаммадана. Когда мы все оставляем, мы остаемся на единой мечети. Все оставляем и сидим в мечети, туда не выходим. И... Молимся, да? Да, молимся, да. Исуа! Итикат! Законите, девочки, мы называем Итикат. Ближе к концу Рамадана мусульмане делают обязательное пожертвование. Все взрослые мусульмане. Как это называется? Назель. Закя. Молодец. Мухаммад Али. Как переводится выражение Аллаху Акбар? Аллаху Акбар. Да, как переводится. Аллаху Акбар. Аллах... Аллах... Велик. Велик. Я хочу ему подсказать, чтобы он это не забыл там. А теперь самые интересные и самые долгожданные моменты моих детей. сейчас они будут мне уйти давай, задавай вопрос как называют на арабском языке посланник Расуд все, хлопаем нет, еще не все они мне сразу несколько вопросов зададут, что потом мы поменялись давай так, вопрос кто первый из пророков смастерил кольчуку и зарабатывал своими руками мне не кажется давай, София не страшно нет я боюсь не прав о нет аааа кто это был? это был пророк ну вот у меня вертелось не, я не сказала просто бывает такое зато вас порадовало тоже что я теперь тоже не сухая да так, давай булочку так, все ты чё 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 что ешь? пророк пророк Мухаммад пурок что ты не спит не попадется ты же ответил на спуру подожди по очереди Сейчас садись, садись на очередь тоже. На очередь? Просто у меня, смотри, у меня легкий вопрос закончился, потом не обижайся, как вы, Фатима, в случае чего. Как определяем начало месяца, Рамадан? На что смотрит? На урну. Маршалан. На урну. Так, Фатима, ну раз ты очень сильно хочешь, я тоже задам тебе вопрос. Примеры того, как жил в Тарок Мхаммаса, как называется? Важное объявление, которое я хочу сделать всем нашим зрителям, любимым и дорогим. У нас есть сейчас такая акция. Мы хотим собрать всем миром, так сказать, нам на новую камеру. Потому что наша аппаратура устарела, и нам постоянно приходится как-то выкручиваться. Спрашивать, например, про друга у кого-то, брать на время, потом отдавать. Это не дает нам работать полноценно, работать в полной мере. А мы хотим снимать для вас очень много новых роликов. Поэтому под видео у меня будет номер карты моей. И если кому-то не трудно, если кто-то хочет сделать в этот Рамадан такое маленькое благое дело, кто сколько может, по чуть-чуть, иншаллах всей нашей дружной командой, соберем нам на новую камеру и будем снимать для вас очень много новых роликов с помощью Всевышнего Аллаха. И благодарим Ахмада, который нам тогда сказывал тоже свою камеру на время, чтобы выясняли это видео. И поэтому оно будет для вас более интересным и более качественным. А мы продолжаем. И все я. А так как мы снимаем видео в Рамадан месяц, большинство вопросов у нас про Рамадан. Слушай, Алжанка, внимательно. Так, в какой период наступает ночь предопределения? Лайя, только карта. Давай, Алжанка. Давай, мы знаем ответы. Одна попытка. Да, давай, Алжанка. Ночь, лайя, и карта. Начинается в конце Рамадана. Чуть-чуть, пошли, пожалуйста, последние. Какие дни там? Последние. Сколько дней? Десять. Десять дней. Десять дней. Последние десять дней. Сколько дней нужно соблюдать пост в месяц Шабаль, чтобы получить вознаграждение как за целый год? Так как... Десять. 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 Шесть. Умница, Машала. Похлопаем все, правильный ответ. Слушай внимательно. Чья молитва всегда принимается Всевышним Аллахом? Я скажу тебе несколько, а ты дополнишь всего лишь один. Тебе нужно будет дополнить всего лишь один. Слушай внимательно. Молитва путника. Молитва постящегося. Еще одно дополни. Чья молитва всегда принимается? Мухаммад, сядь нормально, не трусь. Чья молитва всегда принимается быстро? Кунника, постящегося. Еще кого? Давай говори тогда. Всегда вот мы молимся, и это принимается. Слишком много думал. Всегда принимается Всевышним Аллахом молитва мамы за своего ребенка. Запомни, пожалуйста, Мухаммад. Так, вопрос. Сейчас слушаем муки. Каким особым качеством обладают пророки? Это простой вопрос. Турасмы, вот в этой пророке, они безгрешны, и полностью защемят любых грехов. Да. Похлопывайте за такие страницы. Обратите. Матрик, одежда. Так, вот это один. Так, один сюда ставим. Так, они очень сложные. Постарайтесь, чтобы на меня... Ага, ага. Так. Кого из пророков называют обладателями решимости? Кого из пророков обладает... Да, там много их пророков. Давай, Софи, может, ты каких-то много это называешь? Обладателями решимости их много, да? Да, это не самые известные пророки. Пророк Иса? Да, Иса, Муса... Пророк Мухаммад или Аллах Алисин? Мухаммад и... Еще один остался, да? Иса, Мухаммад, Мухаммад, Мухаммад... Еще два пророка. Вот мы их слушаем. Там один, который там такой сложный, и вот, чаще прижигается. Ага. Ага. Пророк Судьба? Нет. Вот еще два пророка. Вот один такой же, как ветка, а вот Гопрорц, почти всегда попадается, но он будет очень сложный вопрос. Да. Ну что, ребята? Муса? Я вам уже говорила. Да сказала я, Муса, и сам нам это играет. И Брайм, и последний. Ааа, Соби, 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 Соби. Ааа, Соби, Соби, Соби. Ааа, Соби, Соби, Соби. Юсуф? Нет. Где последний попытка? Соби. М-м-м, нет, Аллах. Да, плевать, задала уже меня. Хватит. Так, можно вы улетели, Александр. София, это был. Я старалась, как могла боролась. Аааа. Это был. Ааа. Это был. Дорогие наши зрители, вы вот так собираетесь с семьями и устраиваете такие маленькие челленджи. Просто позитивные, а с ними мы просто можем узнать о исламе, о пророках, о Всевышнем Аллахе. и смотрите наш YouTube-канал, подписывайтесь и оставайтесь с нами. Любите родителей, любите друг друга и любите нашу прекрасную религию ислам. Всех с Рамаданом. Любите Аллаха. Будьте сильными, будьте мужественными, как и наш пророк Мухаммад, саляму алейкум. Всех поздравляю с счастливым Рамаданом.